Десна ТВ Сводка криминальных происшествий за неделю Мы сегодня с вами находимся в том месте, где прошло детство композитора, юные его годы Не истекает музыки река На Смоленщине прошел заключительный этап Всероссийского музыкального фестиваля имени Глинки Усилиями смоленских властей регион вошел в число лидеров рейтинга по поддержке бизнеса Область смогла улучшить показатели на 11 пунктов и расположилась на 20-м месте в национальном рейтинге При этом отмечается, что конкуренция среди субъектов с каждым годом все жестче Для сравнения, три года назад Смоленская область занимала 80-е место Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса И выявляет лучшие практики А результаты рейтинга стимулируют конкуренцию по борьбе за инвестиции на региональном уровне Глава региона Алексей Островский отмечает, что на этом он и его команда останавливаться не собираются Планируется, что в текущем году регион продолжит улучшать свои позиции В целом, повышение инвестиционной привлекательности – это одно из стратегических направлений развития Смоленской области Заработать деньги честным путем – это долго и сложно Возможно, именно так думали трое ранее судимых жителей Смоленского региона Каким способом банда решила поправить свое финансовое положение – смотрите в сюжете Это вполне себе детективная история началась еще год назад, когда смоляне работали на строительстве жилого дома в Москве По неосторожности один из них упал с высоты и получил телесные повреждения Тогда трое его друзей стали требовать с прораба, также Смоленина, 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации При этом не гнушаясь угроз и рукоприкладства Страх за свою жизнь и здоровье заставил мужчину выплатить мучителям 300 тысяч Кроме этого, в счет долга вымогатели забрали имущество потерпевшего еще на 800 тысяч рублей Но преступники на этом не собирались останавливаться В попытке умерить аппетиты банды мужчина обратился в полицию Потерпевший передал двоим подозреваемым заранее помеченные 50 тысяч Вот тут-то в дело и вступили оперативники Задержанными оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за совершение тяжких преступлений Жители Смоленской области 1973, 1985 и 1991 годов рождения У них изъяты помеченные купюры, мобильные телефоны, газовый пистолет В настоящее время все трое задержанных находятся под стражей Им предъявлено обвинение по статье вымогательства Расследование уголовного дела продолжается Проводится проверка их причастности к другим подобным преступлениям Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ В России утверждена государственная программа развития сельских территорий на период до 2025 года За это время планируется приблизить уровень жизни сел и деревень городскому Будут решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования Займутся жилищным строительством Будут приняты меры для поддержки занятости и развития инфраструктуры Но главной целью госпрограммы Названо сохранение доли сельского населения На уровне не менее 25% от общей численности россиян На данный момент сельских жителей в нашей стране около 37 миллионов В период с 2020 по 2025 год На мероприятия госпрограммы Планируется направить 2 триллиона 280 миллиардов рублей О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 99 сообщений о происшествиях Из них 8 сообщений о преступлениях Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 89 административных правонарушений В том числе 76 нарушений правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения К ответственности привлечены 2 человека За распитие спиртных напитков А также появление в состоянии алкогольного опьянения В общественных местах к административной ответственности Привлечены 13 человек Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прием вопросов начался с 8 утра 9 мая И продлится вплоть до окончания эфира, сообщают в пресс-службе Кремля Задать вопрос главе государства можно по телефону или по СМС А также через сайт программы или социальные сети Прямая линия с президентом – это уже традиционная практика Первый эфир состоялся 24 декабря 2001 года Тогда поступило 400 тысяч вопросов В 2018 году прямая линия продолжалась 4 часа 20 минут Всего поступило более 2 миллионов обращений Президент успел ответить на 73 из них 9 июня на территории музея-усадьбы Михаила Глинки Вселенного Спаска Ельнинского района Состоялся заключительный этап 62-го музыкального фестиваля Посвященного 215-й годовщине со дня рождения великого композитора На праздники побывала и наша съемочная группа На родине Глинки Вселенного Спаска в первое воскресенье июня всегда оживленно Люди с разных уголков Смоленщины приезжают сюда, чтобы окунуться в атмосферу того времени Экскурсоводы рассказывают гостям о жизни и творчестве великого русского композитора Показывают им невероятно светлый и добрый дом, где поют канарейки, а на каждом окне цветут цветы Здесь я уже не один раз, я работаю в самом музыкальной школе Мне Глинка близок, музыка его близка И мне просто приятно вот это все поворошить в своей памяти Посмотреть на эти места, как здесь хорошо, уютно, музыкально А в одной из гостевых комнат усадьбы артисты Смоленской филармонии Исполняли музыкальные произведения великого композитора Мы приезжаем сюда каждый год на закрытие фестиваля Для нас это большая радость всегда принять участие в таком значимом событии Не только для нашего региона, но и для всей России На праздники также звучала и народная музыка На огромной территории усадьбы выступали многочисленные фольклорные коллективы Казах молодой, с панера весел Мы бывали на базаре, видели комедию Баба лошадь целовала, называла Федию Базар большой, базар весел Казах молодой, с панера весел На фестивале гостей ждала не только духовная пища На площади перед эстрадой расположилось множество летних кафе С самого утра на территории усадьбы работали ярмарки продажи народных промыслов Ключевым моментом на празднике стало торжественное возложение цветов к бюсту композитора Почтив его светлую память, фестивальная программа продолжилась Это мероприятие смогло объединить представителей всех поколений и гостей со всей Смоленщины Пройдут года, и крыть вам будет нечем Качнется мода, и уйдете вы Забудут вас, а глинка, глинка вечен Глядитесь в этот благородный лик И все его спокойное обличие Лишь тот по-настоящему велик Кто умножал отечество величие Пройдут года, прольют дожди косые Своей он не уступит высоты И будет благодарная Россия ему носить весенние цветы В этот солнечный летний день усадьба буквально ожила На огромном лугу для гостей устроили концертный зал под открытым небом Повсюду звучала музыка Завершился Всероссийский музыкальный фестиваль на высокой ноте И гости еще долго не спешили расходиться Уютно расположившись на скамейках вдоль пруда Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Погрузиться в атмосферу карнавала и ярких красок Смогли жители Смоленска в Международный день друзей 9 июня город захлестнула волна уличной культуры под названием «Шагающий сюртук» В центре парада передвижная сцена На которой смоленские музыканты исполнили каверы известных песен Сопровождали процессию уличные артисты, ходулисты, карнавальные велосипедисты и другие яркие персонажи В шествии мог принять участие любой желающий Главное – это яркий наряд и любой инструмент, создающий звук Для этого использовалось все, что угодно От саксофона до свистульки, от барабана до доски Погода продолжает радовать смолян теплом и солнцем Но такая жара – это время потенциальной опасности Медики рекомендуют внимательнее относиться к своему самочувствию И избегать долгого пребывания на солнце Рекомендуется носить головной убор, одежду из легких и дышащих тканей И выпивать стакан воды не реже раза в час Если в жару пить мало жидкости, то кровь становится более густой Повышается давление, увеличивается риск образования тромбов И развития сердечно-сосудистых заболеваний В том числе инфарктов и инсультов Жара особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей И о погоде 12 июня в Десногорске около 28 градусов тепла В отдельных районах возможны грозы Ночью столбик термометра покажет плюс 18 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnodefstv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте Одноклассников, Фейсбуке и Инстаграм В студии работал Олег Соловьев Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин